Здравствуйте, добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса. Меня зовут Алексей Красиков. Я продолжаю снимать цикл лекций о тревожно-фобических, панических и депрессивных расстройствах и неврозах. Сегодня мы поговорим о двух важных схемах, которые надо знать как начинающему, так скажем, человеку, который получил диагноз регитососудистой дистонии или невроз, или паническое расстройство, или генерализованное тревожное расстройство, тревожно-депрессивное, фобическое, дереализация, деперсонализация, всевозможные навязчивые ритуалы, поведение, проверки, страх сумасшествия, страх причинить кому-то вред, сойти с ума. Если все вышеперечисленные симптомы вам близки, то ваша сегодняшняя лекция поможет вам понять, что с вами произошло и почему. Многие клиенты жалуются на то, что сначала они испытывали страх за сердце, затем этот страх трансформировался в какие-то другие страхи, например, страх задохнуться, страх асфиксии, затем этот страх трансформировался в страх онкологии, канцерофобии, затем этот страх трансформировался в целом в какую-то тревогу, затем он опять вернулся к сердцу, у него были панические атаки, потом панические атаки закончились, потом опять я начала думать о том, что вдруг опять что-то случится. знакомо? Или, например, сначала я боялся, что я упаду в обморок, потом я боялся, что у меня стошнит, потом я боялся, что я совершу какой-то неконтролируемый поступок, что это все увидят, что будут меня осуждать, потом я вдруг заболею каким-то заболеванием, стану инвалидом и обузой для окружающих меня, родственников, потом я сойду с ума, меня госпитализируют, ну и так далее. Сейчас, простите. Вот, да, и вот эти все наши страхи, они периодически у нас, так это, в голове маячут. Вот кому знакомы все эти конструкции, я сейчас достаточно коротко объясню сложную концепцию очень простым языком и очень наглядно. Многие врачи-психиатры и психотерапевты мои коллеги, им не получается у них как-то объяснить это доступно, даже в институтах и так далее. Я постараюсь, я придумал две схемы, которые очень просто могут вам объяснить, почему у вас меняются фобии, почему у вас меняются навязчивости, почему образуются определенные ритуалы. Не то, чтобы я придумал эту концепцию, концепция это научная. Я по большому это счету ничего нового не придумываю. Просто каким-то образом получается достаточно просто и естественно доносить сложные вещи простым языком разным категориям граждан. Когда я вам расскажу, что с вами происходит, как это образуется, у вас будет вопрос «Ого, я понял, а что с этим делать?» Я в конце об этом скажу. Начнем мы с того, что есть понятие внутреннего конфликта, есть понятие вообще этиологии, патогенез, неврозу, то есть происхождение. Происхождение, из чего они состоят. Давайте с вами сейчас быстренько поймем, что есть всего две основные истории, от которых мы с вами будем отталкиваться в изучении невротических состояний. Первое и второе. Значит, первая история заключается в том, что у человека есть какой-то внутренний неразрешенный внутродинамический или интерпсихический конфликт. Ну, например, девушка искренне сердцем хочет уйти с работы, у нее не получается, или девушка хочет расстаться с парнем, и это у нас вектор А, ее сердце, ее желание, я хочу уйти или расстаться, но ее убеждение в голове говорят, нет, не делай этого, а что скажут люди, как это будет выглядеть, что будет, если ты останешься одна, а если он расстроится, как ты будешь с этим жить, что скажут мама и папа. И это у нас вектор Б, это у нас убеждение, это голова. Вот вам внутренний конфликт головы и сердца. Проблема в том, что эти внутренние противоречия объективно ей кажутся неразрешимыми, поскольку желание уйти с работы, или из дома, и расстаться, или еще какие-либо другие желания, они равнозначны убеждением, точнее, равнозначны силе убеждения, что я не должна, иначе это опасно или угроза. Именно это самое противоречие создает очень сильное внутридинамическое напряжение. Проблема еще заключается в том, что вот этот внутренний противоречие и напряжение неосознанно, а человек не осознает явно это противоречие в какой-то сфере своей жизни. Окей? Далее, когда у нас случилось в какой-то сфере жизни такое внутридинамическое противоречие, у нас возникает очень сильное напряжение, и я нарисую сердечко в виде тахикардии, например. И вот у нас девочка Жанна получила напряжение и тахикардии ввиду неразрешимого и неосознанного внутридинамического внутреннего конфликта. Это понятно? Это может быть работа, это может быть семья, это может быть профессиональная сфера, это может быть любая другая сфера, где сила желания противоречит силе убеждения, что не должно, не надо. Второй вариант. У человека в целом есть, давайте я вот так порисую, у человека в целом есть достаточно жесткие, ребята, это не сосок, это глаз, сразу вам говорю, достаточно жесткие убеждения на мир, в целом на себя, на людей и на окружающих, где у него есть сочетание достаточно жестких таких мировоззренческих паттернов или убеждений о том, как люди должны к нему относиться, как он должен жить, как он не должен жить, как правильно, как неправильно, а что будет, если, а если так не будет, то как будет, а как оно должно быть в 30, а как оно должно быть в 40, а мне уже столько, а если у меня нет мужа, если у меня нет детей, а вот если я уйду, а ко мне со мной должны так, а вот они так не должны со мной, ну и так далее и тому подобное, их очень здесь много, об этом подробно я рассказываю в своих семинарах и в работе с группами, вот все это, давай назовем это таким жёстким, ригидным, негибким мировоззрением. Ты взираешь на мир, и ввиду этого взирания на мир болезненного, или случились какие-то обстоятельства в твоей жизни, например, там три года назад, когда у тебя вся эта симптоматика твоя начиналась, и ты посмотрел и оценил все эти обстоятельства достаточно болезненно, и у тебя тоже возникло такое же точно вегизативное напряжение и тахикардия. Итак, я подытожу первую часть. Твоя тахикардия, предположим, вегетативное напряжение и прочее телесное пока что состояние может быть вызвано как конкретным локальным внутренним противоречием, так и конкретным общим в целом достаточно травматическим воззрением на мир, на себя, на окружающих. И у тебя сформировалось напряжение, либо это, либо это. Третий вариант, конечно же, вам пришло это быстро в голову, я прекрасно понимаю, что этот вариант называется 1 плюс 2. Все ясно, да? То есть, у нас, может быть, три года назад у меня случились вегетативные напряжения, тахикардия, которого я испугался и создал панику, потому что не мог принять решение расстаться, не расстаться, уйти, не уйти. В принципе-то я вроде как уволился, сначала это потухло, но потом в целом мне опять стало плохо, потому что в целом у меня было еще искаженное очень сильное воззрение на мир. Таким образом, искаженное воззрение на мир может как создавать внутренние конфликты. Или созданный внутренний конфликт, даже если он решился, с неизменившимся мир воззрением, он все равно приведет вас к напряжению. Итак, если у вас есть вегетативное напряжение или общее вегетативное тревожно-фобическое состояние, по большому это счету не так уж и важно, из-за внутреннего конфликта или из-за целого больного мировоззрения, потому что и так, и так у вас будет что напряжение, что стихикардия и так далее. Лечить здесь надо что? Лечить здесь надо, надо понимать, есть ли локальный конфликт, локальная ситуация, чтобы эту ситуацию локально разрешить, плюс надо изменить мировоззрение для того, чтобы больше не создавать локальных внутренних конфликтов, также не подвергать свое воззрение на себя, на мир на окружающих, травматическому восприятию, чтобы не было напряжения. Кто не понял, переслушайте, пожалуйста. Эта часть понятна? Велка, отлично. Дальше, но это еще не все. Итак, вот так у нас формируется вегетативное напряжение, то, что вы назвали ВСД когда-то. Как здесь формируется паническое расстройство, например, паническая атака или различные фобии? Сейчас о фобиях и навязчивостях ООКР чуть позже, сначала как здесь сформируется паническая атака. Скажи мне, пожалуйста, вот если есть внутренний конфликт, который неосознанно, или в целом больной мировоззрение, как здесь формируется паническая атака? Все очень просто. Слушай внимательно. Неважно, из-за внутреннего конфликта или из-за в целом больного мировоззрения, у тебя сформировалось напряжение, которое ты оценил как, что это смерть, что это приступ, что это инсульт, инфаркт, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ты испугался просто вот этих вот последствий, и из-за этого испуга у тебя выделился адреналин, и ты подумал, что у тебя возникают приступы в метро, ты подумал, что у тебя возникают приступы на улице, а затем ты стал избегать этих состояний, потому что стал считать, что это неминуемо, возможно, приведет тебя к летальности, и ты начал этого избегать. И так ты сформировал тревожно-фобическое состояние под названием паническое расстройство и агорофобия. Вот и все. Просто-напросто неправильно оценив это напряжение из-за незнания и став избегать этого. Терапия твоего состояния в данном случае является объяснением себе, что на самом деле это напряжение не является смертью, не является приступом, является просто напряжением вследствие либо внутреннего конфликта, либо больного мировоззрения, которое я изменю со своим консультантом, и начну ходить там, где я привык избегать, потому что я должен эти рефлексы, эти привычки побороть. Вот это понятно. Дальше идем. Итак, у нас есть в целом напряжение тахикардии, например, вегетативное, и в целом напряжение. Сейчас будет более сложная нейродинамическая концепция, имейте это в виду, пожалуйста. Итак, у нас есть напряжение, которое мы получили в результате вот этих двух вариантов, мы помним, да, или трех. Вот оно, я сюда его вынесу. И у нас есть ГМ. ГМ это кто? Гном. Ласково назовем гномом ГМ головной мозг. Я вот так схематично нарисую ГМ. Ладно, это головной мозг. Итак, смотрите, предположим, у нас есть девочка Жанна, у которой есть внутренний конфликт, или у которой есть болезненное мировоззрение. Например, она у неё с мужем не может принять решение на работе, или в целом у неё достаточно больное мировоззрение. Поняли, да? У нас есть девочка Жанна, и часть её головного мозга подвержена вот этому напряжению, из-за того, что она либо не может принять решение с мужем, либо она в целом смотрит достаточно травматично на какие-то вещи в её жизни. Часть её головного мозга очень сильно перенапрягается из-за этого. Механизмы, которые Фрейд назвал защитными, поэтому и называются защитными, потому что мозг будет защищаться. Каким образом мозг будет защищаться от того, что ты либо находишься на внутреннем конфликте, либо болезненно смотришь на мир, что вызывает напряжение? Очень просто. Мозгу надо сместить, внимание, мы это называем принцип доминанты, в три варианта. Будет три варианта смещения акцента с зоны напряжения отсюда, другие зоны. Пишем первая зона, вторая зона, третья зона. Начнём с третьей. Третья зона, вот сюда мы сверху пойдём, это тело. И это называется конверсионное расстройство, элистерические конверсии, всё, что проявляется телесно. Сюда же возникают, тут же есть психосоматические моменты по Александеру. Соответственно, телесный выход этого напряжения – это вегетативное, это то, что вы назвали ВСД когда-то. Только это не заболевание, это проявление. Здесь же будут конверсии. Конверсия – это выход напряжения в тело. Например, парастезии, дистенезии, всевозможные неврологические патологии, такие как вот что-то болит, при обследовании находит. Всевозможные неврологии, головные боли, функциональные расстройства кишечника, функциональные расстройства органов и систем. Всё это будет проявляться телесно. Но это не так уж и важно для вас сейчас, просто вы должны понимать, что ваше телесное состояние при диагностике не будет находить патологии. Всего лишь навсего потому, что у вас просто напряжение так проявляется. Второе. И вот тут начинается самое главное. Вот эти все страхи. То за сердце, то за лёгкие, то за пищевод, то ещё за отдохнуться. Помните, да, вот это? Какого это формируется? Объясняю. Когда у человека из-за того, что у него есть либо локальный внутренний конфликт, либо в целом больное мировоззрение, есть напряжение, и какая-то зона мозга переутомлена, эту зону мозга надо отключить, переключить на другую. И поэтому пишем, основная функция фобического и навязчивого состояния у невротика – это сместить внимание с истинной зоны проблематики головного мозга, которая была переутомлена нерешённым внутренним конфликтом или больным мировоззрением, на мнимые страхи о здоровье. Вот именно поэтому все ваши фобии, они на самом деле очень смешны, потому что обследование не подтверждает. Но вы всё равно ищите, и накручиваете, и потратите ещё двадцатку на восемнадцатую колоноскопию, вам понравилось, да, и так далее. Почему? Почему не успокаиваетесь? Потому что нет функции успокоиться. Есть функция сместить внимание до тех пор, пока эта зона мозга не отключится. А эта зона мозга отключится только тогда, когда ты либо решишь внутренний конфликт локальный, и изменишь своё больное мировоззрение. Поэтому твои фобии могут быть двадцатыми, тридцатыми, сороковыми, пятидесятыми, ты будешь себя убеждать, что это правда, будешь всем доказывать, что мне же плохо. Почему? Потому что у тебя есть такая задача, у тебя есть задача верить в определённые фобические патологии, потому что ты таким образом смещаешь внимание с истинной проблемы на мнимую. Ты не можешь понять, с кем ты просыпаешься, и что ты хочешь, и что ты хочешь достичь, а ты уже тридцать, а ты не успела, да-да-да-да. Ты не можешь принять решение с мужем и на работе, и чтобы не видеть этой правды неразрешённой, как тебе кажется, ты формируешь защитные психологические механизмы в виде фобических навязчивых состояний. И это у нас ОКР в виде навязчивости, либо это фобические и похоронрические расстройства. И третье. Как формируются компульсии в виде ритуалов, в виде проверок и так далее. Когда у человека также есть неразрешимый либо внутренний конфликт, либо есть определённое больное мировоззрение, вызывающее напряжение в головном мозге, это напряжение надо куда-то сбросить. Поэтому мастурбация, проверка ручек, мастурбация в медосексуальном плане, да, проверка ручек, дверей, перешагивание, мытьё рук является сбрасыванием напряжения. Пока мы с вами не устраним напряжение, вызванное либо локальным внутренним конфликтом, либо больным мировоззрением, и эта привычка сбрасывать напряжение останется. А, всем понятно? По-моему, я рассказал вам очень подробно об этом всём. И ещё раз подытожу и закончим сегодняшнюю лекцию канала. У тебя есть два варианта. Если у тебя есть проблемы вегетативного, тревожно-фобического, навязчивого характера, либо у тебя есть какая-то часть психики, какая-то зона в жизни, где ты не можешь принять решение, и это локальный внутренний конфликт между сердцем и головой, это вызывает напряжение, либо у тебя есть в целом больное мировоззрение на себя, на мир, на окружающих, чтобы вызывать напряжение, либо в целом это напряжение перенапрягает в какой-то момент определённую зону мозга. Срабатывают защитные психологические механизмы, у которых есть функция. А, переключить твоё внимание на мнимые фобические проблемы, поэтому они не заканчиваются, но при обследовании которых не находятся патологии. Б, снять напряжение в виде странных ритуалов, проверок, протираний и так далее. Например, вы изменили мужу, и вы себя за это осуждаете, и теперь вы моете руки, чтобы очиститься. Вы боитесь быть плохой, если вы заболеете чем-то, и вам надо постоянно очищаться, чтобы только не заболеть. Вы боитесь в целом быть плохим человеком, и чтобы в целом что-то не случилось, я должна вот как-то это перепроверить. А вдруг чём? Вот эта вся история и вызывает снятие напряжения. Вы начинаете перепроверять, чтобы не было напряжения. Итак, ещё раз. Либо вы уходите в фобические состояния, чтобы переключить своё внимание на сердце, на желудок, на ещё что-то, либо вы снимаете напряжение. И третий вариант – это просто конверсивное расстройство, которое выходит в тело, где это самое напряжение просто сигнализирует вашему телу о том, что «Лёлик, что-то не то ты делаешь, у тебя голова болит, у тебя там цикл нарушается, у тебя там-там стучит, там болит, у тебя в принципе всё нормально, но неприятно». Это звоночки в теле. Понятно? Телесное, навязчивое и поведенческое. Вот и всё. При обследовании вас не будет найдена никакой явной патологии, потому что это защитные указывающие психологические механизмы. Как мы это лечим? Как я работаю со своими клиентами? Достаточно несложно относительно, не так всё ужасно, как вам кажется. Я прекрасно понимаю, вот я вас не знаю, вы пришли ко мне в кабинет в Москву или в скайпе, или пришли на семинар в Москве или в Питере. Кстати, в Питере 30-31 будет ещё один семинар, если успеете, приезжайте. Я даже вас не знаю, вы начинаете жаловаться на вегетативное, тревожное, афобическое. Я уже понимаю, что мы находимся с вами либо здесь, либо здесь, либо сочетанно. И я по-любому либо увижу так или иначе локальный внутренний конфликт с женой, с работой, с возрастом, ещё с чем-то. Либо я в целом увижу достаточно болезненное восприятие мира, себя и так далее. И мы по-любому будем работать в когнитивно-аналитической концепции для того, чтобы либо решить локальные конфликты, изменить мировоззрение, либо просто в целом изменить мировоззрение. Когда мы это сделаем, ваше напряжение в зоне мозга потухнет, и ваши защитные механизмы будут вам просто не нужны. Вам не нужно будет переключаться на афобии, вам не нужно будет переключаться на снятие напряжения, вам не нужно будет испытывать телесных проявлений. Многие скажут, ну как же, я посмотрел ролики о панических атаках, мне рассказали, очень популярно, и отпустило. Ребятки, котятки, если вам рассказали о панических атаках или об агорофобии, вас отпустил один из защитных механизмов, но в целом ничего не изменилось. Поэтому когда вы верили в то, что вы умираете, и вам объяснили, что вы не умираете, вас научили провоцировать страх, не избегать избеганий, ещё что-нибудь, это классно и замечательно. Проблема в том, что если вы остановитесь на этом, вы 100% влетите в дальнейшую историю, потому что напряжение это никуда не делось. Вы же не знаете, от чего это возникло у вас. Вы просто верили в то, что это напряжение приведёт вас к смерти. Вам объяснили, что это не так, вы поняли и начали самостоятельно передвигаться. Здорово. Но проблема-то сама не менялась. Поэтому люди, которые останавливаются на терапии панических атак агорофобии, обречены на рецидив. Просто на рецидив уже не такой яркий по смерти, но на рецидив вегетативного напряжения, навязчивости, страхов и так далее. Но они будут ходить передвигаться. Ну так, с напряженницем. И они по-любому придут ко мне или к моим коллегам. Поэтому не занимайтесь хернёй под названием терапия панических расстройств ФВСД. Занимайтесь психотерапией личности. Я, по-моему, очень доступно объяснил, что такое невроза и ихотеология патогенеза. Желаю вам всем удачи. Я поехал в Санкт-Петербург на семинар. Звоните, если что, по телефону 8495-215-319. Это мой рабочий номер московский. 8495, это код Москвы, 215-319. Сайт www.bezdefisnevrosa.tv и ВКонтакте, Красиков Алексеев. Ну, собственно говоря, в Яндексе вы можете набрать. Подписывайтесь на Инстаграм, подписывайтесь на канал Невроза Мегаполиса. Чем смогу, помогу. Я считаю, что вот эта лекция, которую я вам сейчас рассказал, будет очень интересной и важной. Если сделаете репост, я буду только это приветствовать. Ставьте ваши лайки или дизлайки. Комментируйте. Милости просим. Пожалуйста. Увидимся с вами в Санкт-Петербурге. Пока.